Как-то сразу идёт нападение наличества. Скажите, прошу вас, прошу вас, господин Полищук, дальше он заявил, что я подал в госзнак, в суд, и требовал с госзнака 136 миллиардов. Мне в этом отказали. Дальше суд, конечно, отказал изобретать его получение 136 миллиардов, но удивительно, каким образом Петрик вообще получил этот патент, если автор технологии давно известен. В 1966 году эффект открыл член-корреспондент. Смотрите, в одном предложении он говорит, автор технологии, и дальше говорит, что это автор открытия. Что это такое? Виктор Иванович, мы в телестудии не решим этого вопроса. Давайте так поступим. Я знаю, кто нам даст короткий профессиональный ответ. Я хочу вам представить, подождите секундочку, Артем Михайлович, патентный поверенный оценщик интеллектуальной... Какая у людей есть вообще профессия? Я просто потрясаюсь. Оценщик интеллектуальной собственности. Генеральный директор компании «Роспотенка» и «Дизатор технических наук» и «Дизатор юридических наук» Олег Владимирович Новосельцев. Олег Владимирович, извините, времени немного. Я знаю, что вы давно слушаете наш разговор. Вы можете ответить на те вопросы, которые сейчас задал Виктор Иванович? Да. Открытие и... Олег Владимирович, не слышим вас. Да. А в студии звука нет у нас. Давайте, говорите. Да, я могу ответить на эти вопросы. На самом деле, конечно же, нужно очень четко различать открытие и те технические решения, которые потом патентуются и на которые потом выдаются патенты на изобретение. Так вот, нужно очень четко понимать, что действительно открытие – это какая-то ранее неизвестная объективная закономерность, присущая природе. А изобретение – это конкретное техническое решение, которое соответствует определенным критериям, которое оформлено определенным образом и в соответствии с определенными правилами, определенными процедурами, на которые выдан патент на изобретение. Так вот, для того, чтобы был получен патент, нужно, чтобы вот это техническое решение, именно решение какой-либо задачи было новым, оно имело изобретательский уровень, то есть там должен содержаться какой-то творческий шаг, новое какое-то достижение. И самое главное, оно должно быть промышленно применимо. И вот, когда речь идет об составлении, описании, форму, то в обязательном порядке вот вся эта информация связана с конкретным техническим решением. Она излагается таким образом, чтобы любому специалисту среднего уровня было понятно, чтобы любой это мог реализовать. Ну скажите, Олег Владимирович, вот конкретный пример, я понимаю, что мы не можем долго его разбирать. Все знаем, что Нобелевская премия была дана двум ученым, бывшим из России, ныне заграничным. За изобретение графена через три месяца в Соединенных Штатах Америки Викторий Иванович получает патент. Вот его патент, он чего-нибудь стоит? Зарегистрированный он в 2004 году в Америке. Вот что это? Вот как к этому нам относиться? Я видел этот патент, он действительно был заявлен в 2004 году. В 2010 году он был, собственно, выдан, оформлен этот патент. И этот патент защищает конкретное техническое решение, которое имеет отношение к какому-то технологическому приему, связанному с обработкой туглерода и получением какого-то материала. То есть он как бы не доказывает факт изобретения Виктора Ивановича? Подождите, на самом деле он говорит о том, что есть некое техническое решение, которое соответствует определенным критериям. И вот предмет вот этого изобретения, он сформулирован в формуле. Вот если вы посмотрите в конце этого патента, там есть формула, где четко словами изложено, к чему этот патент относится. Обратите внимание на номер этого патента. Он начинается с цифры 7 миллионов и далее. И что это означает? Это говорит, что он не самый главный, не самый, так сказать, оригинальный из 7 миллионов. Он просто говорит, что это один из 7 миллионов патентов. Что на самом деле есть очень множество патентов. Каждый из патентов имеет отношение к конкретному техническому решению. Каждый патент имеет отношение к конкретному техническому решению. И просто это говорит о том, что это один из многих и только один. Олег Владимирович, извините, короткий последний вопрос. Там звучало когда-нибудь слово графены, прошу вас. Почему мы уклоняемся? Здесь на вашей странице написано промышленный способ получения графенов. Впервые этот термин был употреблен о том, что графен может существовать вне кристаллической решетки. Вы так рассказали, что как будто бы до этого было 7 миллионов прографен и патентов. Да, что 7 миллионов претендентов, вариантов способа изобретения графены. Так прозвучало с ваших уст, так поймет любой слушатель. Я просто хотел сказать, что патентов разных на самом деле много. А мы не проникли. Я хочу спросить, давайте я как вопрос обычного телезрителя. Вот этот патент не дает право листа Ивановича оспорить Нобелевскую премию? Дает. Я не знаю. Если он считает, что дает, у него есть все возможности подать возражение. Вот комитет по Нобелевским премиям и доказать, что у него приоритет раньше. И тогда вот это все должно быть пересмотрено. Вот мы сейчас об этом поговорим. Просто существуют определенные процедуры. Я поняла. Как определенные процедуры по выдаче патентов, так и определенные процедуры по оспариванию этих патентов, по доказательству того, что они предложены. У вас есть спорная комиссия, по-моему. Да, это называется палата по патентным спорам в Роспатенте. Это есть арбитражный суд. Если кто-то не согласен с патентом, считая, что там ненаучные термины использовали, либо еще чего-то, пожалуйста, обращайтесь в палату по патентным спорам, оспаривайте, и там уже в процессе спора можно будет доказать истину. Спасибо, спасибо, Олег Владимирович. Извините, нет больше времени. Напомню, это был Олег Новосельцев. Патентный поверенный, я еще раз повторю, оценщик интеллектуальной собственности Петра Патента. Спасибо огромное. Есть один вопрос на форуме. Нет, ну вы нам, может, попросите Петрика показать нам его опыты, а то без этого передачи будет неполный. Честно, пионерская. Вот, пожалуйста, из Петербурга такой вопрос. Прошу вас. Это что? Захаров говорил, мы приступаем к опыту. Захаров сказал, что Петрик не договаривался с автором книги. А, он вас обвинил в том, что действительно вы сами вклеили в так же фильм? Да, что я сам вклеил. А вы можете себе представить, что у американского автора, у английского или что там он сказал, английский автор написал книгу, и без его воли кто тут что-то вклеил. Да он бы нас уже, всего меня лишил бы. Он сказал, что он не знал, что есть вообще русское издание, поэтому он это не видел. Это, конечно, не так. Значит, смотрите, занимался это научно-исследовательский институт физики Фуллеренов. Это он подал эти материалы на размещение в эту книгу. Понятно. Умоляю вас, подождите. Давайте. Это и есть способ шельмования этой группировкой. Вот в чем. Я, какая разница, как он попал в 2003 году? Какая разница? 2003 год. Произошло это? Произошло. Заплатили деньги. Но книга вышла в 2003, да. Не позже это вклеено? Нет. А приоритет тогда какой? 2003 год. А впервые Гейм и Новоселов заявили про графены в конце 2004 года, что их можно оторвать скотчем. Вы меня слышите? Речь идет о приоритете. 2003 год эта книга была издана. А правильный первый номер чем? И какая разница, как это туда попало? Звонок вам есть. Говорите, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Я хочу вот с уважаемым товарищем Петрику задать вопрос. Пожалуйста. Дело в том, что вот осмий посредством бета-распада и зрения, да, его можно получить из зрения, но период полураспада 10 в 11 лет. 10 в 11 степени лет. Я вот хочу спросить товарища Петрика. Он из 10 грамм рения, 5 грамм осмия получит за 10 в 11 лет. Каким образом в осмий получили зрение? Я снова повторяю. А вам все тайны выдали, конечно. Зачем? Так я выдам сейчас же. Итак, в рениевых рудах джизказганского месторождения, в результате аномалий, природной, в результате многих миллионов лет, в результате бета-распада рения 187-го, это и была находка моя. И никто в мире не узнает, а как же я это нашел? Но я это нашел. И выделяется он дальше. Сложно. Процедура чрезвычайно сложная. Мы проходили это в Курчатовском институте. Крохин тогда. Дальше. Давал заключение свое. Уже тогда президент Российской Академии Наук, нынешний, Осипов. Кому? По запросу президента Государственной Думы. А закончилось тем, что я демонстрировал полностью весь процесс. Выделение, обратите внимание, выделение уже готового, природой созданного. Вы меня услышали? Я вас слушаю, да. Так вас убедил ответ? Подождите, вы нам расскажите. Не очень. Просто миллионы лет это 10 с шестью нолями, а 10 в 11 лет. Хорошо, миллиарды лет. За миллиарды лет. За возраст вселенной, наверное, понимаете? Да, конечно. Так это факт. Мы можем плакать, мы можем возражать. Но это факт. Подождите, а вы что, вы полагаете, что тогда Виктор Иванович получил не осмий, не изотоп? Ну, тогда он просто не из рейне осмий получал, а просто, видимо, каким-то образом умеет выделить изотоп осмия из этих залежей. Это нереально. Это нереально. Таких технологий не существует. Такие технологии существуют только в бредовом состоянии у Александрова, который заявил, что термодиффузионным методом можно наработать. Термодиффузионный метод, вы знаете, это на нашу, в СССР занимался... Да, да, да. Я хотела просто задать нашему, по-короткий вопрос нашему телезрителю. Ну, прошу, спасибо большое. Одну секунду, одну секунду, меня послушайте. Он человек весьма, так сказать, подкованный, да. Да, ваше имя и отчество скажите, пожалуйста, а вы, вот вы слушаете, да, вы, в отличие от меня, я думаю, многих зрителей, гораздо более подробно, понимаете, то, о чем говорит Виктор Иванович. А как вы к нему относитесь? Он кто? Вы знаете, по-моему, все-таки мошенник. Почему? Хорошо. Почему? Потому что я сам человек, так сказать, который в академической сфере работал, и я знаю, каким образом, так сказать, вот, без лишней дискуссии, да, принимается к публикации научные статьи, предположим. Если человек что-то, так сказать, публикует, у него есть установки, экспериментальный эксперимент, так сказать, поставленные результаты. Понятно, да, ну а что вы полагаете, он... Это все проходит сложную процедуру. Я понимаю. Согласование статьи в редакции журнала, есть, так сказать, консультанты, есть индиенты, которые задают вопросы. Почему он не идет стандартным путем, так сказать? Свои результаты не публикуют в многочисленных научных журналах. Позвольте, я отвечу. Давайте, коротко. Позвольте, я отвечу. Нет, ну, пожалуйста, дайте. Ну, я как бы прошел рекламу, вы больше вопросов ответите. Дорогой телезритель, вот это международное совещание свойств ядра удаленных от стабильности. Здесь мой доклад по ОСМИ-187. Вот это международная конференция по ядерной физике. Здесь мой доклад по ОСМИ-187. Международное совещание по физике ядра. Здесь мой доклад по ОСМИ-187. Какие доклады? Слушайтесь внимательно. Я ввел ОСМИ-187 в кристаллическую решетку Ферра Бората и получил магнитоупорядоченное состояние 187-го ОСМИ-а, что позволяет его регистрировать без внешних магнитов методом ЕМР. А это открыло путь к созданию тела гомолазера. И мы этим занимаемся. И я подаю... Я вас поздравляю, хорошо. Тут ничего не могу сказать. Это по-другому. Если вы не можете поверить, приезжайте ко мне. И обязательно послушайте меня. Встречайтесь со мной. И обязательно на следующей передаче здесь будем говорить об этой теме с вами. Оставьте свой телефон на редактор. Все, все, все. Я извините, вы будете жаловаться, что я вас тороплю. Один звонок, хочу, чтобы вы послушали. Давайте я продемонстрирую. Добрый день, говорите. Алло. Здравствуйте, представьтесь. Пожалуйста. Алло. Представьтесь. Я Олег Владимирович Бобр. Я защищал Льва Виталиевича Савенкова по поводу того, когда его незаконно осудили по изотопу 187-8. Так. Но я хочу сказать, что на настоящее время граждане России, на настоящее время существует приговор суда, которым признано, которым признано, что Виктор Иванович Петрик наработал эти граммы изотопа, и за что поплатился Савенкова Олег Витальевич. Ну, государством признано, но неужели мы, законопослушные граждане, имеем право теперь сомневаться? А это было еще в 97-м году. То есть суд признал, что открытие было, но осудили Савенкова за то, что он хотел вывезти, правильно? Да, да, его признали как драгметал, хотя незаконно изотоп не является драгметалом, никогда не являлся. И в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности изотопа 187-го, как драгметал, они существуют, а заменкова осудили. Я поняла, я хочу всем сказать, это не подставной звонок, где реально человек дозвонился. Да какой там подставной? Я всегда переживаю за ваши передачи и смотрю их с удовольствием. Спасибо огромное, спасибо. Ника, можно мне одно слово? Два рекламы есть еще? Да, пожалуйста, вот действительно, полминутки. Дайте мне одно слово. Ника, вот вы знаете, это страшное безобразие, что сейчас происходит. Что? Серьезного ученого, человека, который делает открытия, необходимые не только нашей стране, но людям всем. Вы довели до такого состояния, вы это имеется в виду СМИ и проданные, нанятые, значит... Мы подружку с Академией наук, да? Я поняла, Артем Михайлович, пожалуйста. Академия наук, вы доводите до такого состояния, что он может работать в таком состоянии? Вы посмотрите, что вы делаете. А это все достояние нашей страны, понимаете? Которая вот таким образом попирается. Там, вы сказали, мне угрозы какие-то поступали. На меня где сядешь, там и слезешь, мне ничего не получится. Меня до такого состояния не доведете. Но вот я почему здесь еще присутствую? Ника, у нас в институте есть несколько прорывных технологий. То, к чему призывает наше правительство. Нанотехнологии, да? Да если я сейчас их произнесу, о чем идет речь. Вы представляете, что будет с людьми в той же Америке, и вот с такими Захаровыми и другими полищуками. Как они бросятся на меня, меня рвать на часть. И другими полищуками. И вот начинаешь думать, понимаете, вот стоит ли, стоит ли заниматься наукой. Может быть, вот так сидеть в комиссиях по лженауке. Сколько там стоит у вас, чтобы туда попасть, в эту комиссию? Это общественная комиссия. А то, что... А то, что...